В рамках празднования 100-летия кафедры виноделя на базе Агротехнологической академии КФУ прошла практическая школа для виноделов Крыма. Специалисты крупнейшего поставщика оборудования ДИАЭМ рассказали гостям о современных методах лабораторного анализа и контроле качества вина и виноматериалов. Мы благодарны университету, что он нам предоставил эту площадку, потому что мы думаем о всестороннем развитии и мы полагаем это только первый шаг в развитии нашего направления. И мы будем открыты к всевозможным приложениям, может быть у коллег из университета появятся какие-то приложения, конечно мы все это будем обсуждать и развивать в дальнейшем. Участники не только узнали об особенностях и технических характеристиках приборов, но и наблюдали за их работой в реальном времени. Определение качества вина базируется на органолептических и инструментальных методах анализа. Внедрение международных стандартов требует проверки качества вина на всех этапах технологического процесса, чтобы винодел мог вовремя скорректировать свои действия. В надежде на то, что в будущем это оборудование может стать основой наших лабораторий и будущих исследований. Поэтому такие мероприятия очень важны, как интеграционные, определяющие взаимодействия между реальным сектором экономики и университетом. Также гости познакомились с работой автоматического анализатора вина Hyperlab Plus, который позволяет без предварительной пробоподготовки определять ферментативными колорометрическими методами в вине и винном сусли до 30 параметров, которые влияют на качество вина. Продемонстрировали и работу полуавтоматического прибора OneWine, который позволяет определять содержание органических кислот, тяжелых металлов, хлоридов, сахаров и не только. А автоматический тетратор Flash позволяет в соответствии с российскими стандартами качества точно определять водородный показатель, тетруемую кислотность и диоксид серы. Феноделие – это постоянно развивающаяся отрасль. Наш продукт должен становиться только лучше. Заинтересованность у людей должна быть к этому продукту. Поэтому контроль за получением вина тоже должен находиться в постоянном развитии. Для этого очень много оборудования поступает в производство. И, конечно, отслеживать новые виды оборудования – это очень важно. Демонстрация современного оборудования и прикладных установок, а также взаимодействие с компаниями реального сектора экономики способствует развитию отрасли виноградарства и винного кластера региона. В КФУ планируется создание площадки для обучения работы на лабораторных приборах. В этой кузнице винодельческого ремесла смогут улучшать свои компетенции как специалисты, так и студенты вуза. Елизавета Черкашина, Михаил Погомий, Пресс-служба Крымского федерального университета.